добрый день приветствую всех и подписчиков и гостей на своем канале меня зовут ирина и сегодня мы поговорим с вами о фаукарии фаукария относится вообще все фаукарии вот это растение все фаукарии относятся к семейству аизовые к этому семейству также относятся всеми любимые литопсы вот их представитель у меня имеется также фритии фенестрарии канофитумы канофитумов у меня нет вообще аизовых насчитывается около 30 видов все они являются выходцами из южной африки название фаукария в переводе соответствует внешнему виду этого растения и переводится она как фаук пасть и греческого слова ари много то есть много пастей если посмотреть на это растение сбоку то действительно как разверзнутая пасть какого-то животного отсюда на и заимела такое название фуга ремесистый корень он расположен не глубоко в почве стебель короткий и толстый вот он под листьями даже практически не виден по мере резко по мере роста это растение разрастается и образует такие группы называемые куртины куртины это название присущие не только фаукарием вообще все растения образующие группы это куртины произрастает фаукария природе обычно либо под кустарниками либо на открытой местности на каменистых почвах температура воздуха в африке но африк она сама название за себя говорит а температура воздуха там достигает 50 градусов даже и выше а зимой температура падает до 10 7 градусов тепла вот в таких условиях она растет сейчас селекционер занимаются выведением новых видов которые в отличие от своих прародителей ну скажем вот таких зеленых фаукарий даже меняет цветовые оттенки и выбрасывают эти оттенки в сторону вишневого оранжевого таких вот ярких насыщенных но селекция не стоит на месте конечно же есть также монстрожны монстрозные формы фаукарий с большим или меньшим количеством наростов на листьях то есть вот с этой стороны вот здесь я так думаю они пошли от фаукарий филины вот эти все монстрозные формы потому что у филины здесь поверхность листа гладкая а у филины здесь такие как бы бугорки и они почему названа филина то есть в переводе кошачья они напоминают кошачий язык с такими большими небольшими бугорками и действительно напоминают кошачий язык и вот наверное эти монстрозные формы все-таки произошли именно от этого вида фаукарий то есть у них больше или меньше количество наростов на листьях либо виде капелек либо просто ну как бы сказать хаотичные хаотично разбросанные на рост и на листах также имеются в регатные формы я представляю какие они дорогие они конечно необычайно красивые но цена наверное кусается я не интересовалась этим вопросом сколько стоит варегатная фаукария даже как бы в мыслях не было поинтересоваться потому что я так думаю что это очень дорого вот для сравнения вообще все зависит конечно же от вида растения но в среднем цена если сравнивать два растения одного вида вот фаукарию ту же фаукарию обычную и фаукарию варегатную то цена варьируется ну наверное раз раза в три да даже не в три раз пять больше стоит варегатные растения вот для сравнения вот я как специально поставила чтобы не забыть об этом примере вот для сравнения гриновия аурея сейчас приложу телефон другую руку и покажу вот это растение вот пять сантиметров вот небольшая гриновия 5 сантиметров это растение стоит порядка 4 450 рублей дорогой достаточно вид потому что когда она разрастается большая она принимает в стагнацию когда впадает она принимает форму розочки меняет вообще цветовые оттенки получается розовая вот они все были розовый просто у меня досветка сейчас слабая а так они все были розовый но кроме вот этой зеленой вот это растение 5 сантиметровая стоит ну где-то 450 рублей вот это 7 сантиметров где-то будет стоить вот это растение где-то будет стоить но наверное рублей 500 50 600 ну и чем больше тем выше цена но я недавно видела варегатную гриновию конечно красота необыкновенная размер ее был ну крохоту личный вот наверное вот два сантиметра смотрите это как от этого листика до этого здесь два сантиметра был максимальный размер может быть даже меньше там сантиметр чем-то и вот так это растение стоило 1600 рублей вот замечаете какая разница между обычным растением и варегатным то есть если это растение обычное можно купить вот такой такой величины два сантиметра можно купить не знаю рублей наверно за 200 то варегатная форма этого же растения будет стоить 1600 вернемся к фаукарии листва у фаукарий сочная листья плотные мясистые в основном треугольной формы да не в основном а вообще треугольной формы на краях листовых пластин расположены такие вот своеобразные наросты форме зубов ассоциации конечно же у всех разные при взгляде на это растение кому-то они напоминают пасть динозавра кому-то крокодила например мне я их зовут крокодильчиками кому-то каков до исторического монстра подводных глубин зубы этого суккулента они мягкие то есть они не как у кактусов они совершенно мягкие и они не выполняют никакой функции кроме того что они делают этот цветок схожим с каким-то опасным животным это сходство в природе называется мимикрия она приз это сходство этим сходством обладают не только животные но и растения насекомые и общее название этого свойства мимикрия ну как бы вот фаукария это яркий пример мимикрии потому что здесь наглядно видно угрожающая пасть раскрытая торчащие зубы мимикрия позволяет растениям и животным выживать в естественной среде это как бы сходство между двумя или несколькими видами организмов как я уже сказала не только у растений но и у животных насекомых которая выработалась в процессе эволюции это своего рода защитное свойство ну то есть определенный вид определенный безобидный вид становится похож на хищника и тем самым отпугивает своих потенциальных врагов вот например животные копируют хищников путем изменения запаха походки насекомых какой-то рисунок на крыльях схожие по своему по своему расположению на каких-то хищных тоже насекомых животных какой-то вот вид сусликов по моему в америке в калифорнии не знаю название конечно сусликов но читала о том что эти суслики копируют вернее жуют находят сброс сброшенную гремучий змеей кожу потом ее жуют и затем облизывают себя и своих детенышей таким образом они сохраняют свое потомство то есть продляет выживание у растений ярким примером мимикрии является глухая крапива всем известная которая форма листьев напоминает жгучую в детстве мы все путали жгучую и глухую крапиву у жгучий крапивы на листьях расположены жгучие волоски которая защищает их от травоядных животных ну то есть мимикрии конечно интересная тема о них можно долго говорить скажу только еще то что мимикрия бывает нескольких видов мимикрия формы мимикрия цвета мимикрия звука мимикрия запаха и коллективная мимикрия то есть по сути мимикрия это маскировка овечка надевает волчью шкуру на себя и риск быть съеденной снижается в разы так вот зубы на листьях фаукарии вот они такие прям остренькие остренькие на вид очень опасные да на самом деле мягкие так вот эти самые зубы это яркий пример мимикрии и я думаю еще ну я конечно не уверена это просто мое уже утверждение мое мнение что также фаукарию можно и отнести коллективной мимикрии тогда когда растение разрастается то получается уже не одна разверзнутая пасть а 10-20 это уже как бы получается целая стая крокодилов или динозавров так ну вот это было небольшое отступление значит условия сейчас если написал небольшую шпаргалку сейчас я возьму условия содержания так свет несколько пунктов просвет но свет как и всем суккулентом для фаукарий должен быть как можно ярче так как она является выходцем из африки то соответственно все условия содержания должны быть приближенные природным держать ее нужно хорошо бы держать ее летом на свежем воздухе на солнце она выдерживает большие высокие температуры но после зимней спячки после зимнего периода ее нужно так же как и все другие суккуленты осторожно приучать к солнцу в избежание солнечных ожогов зимой при условии низкого полива ее можно также содержать на западных окнах на восточных окнах то есть она может обходиться без подсветки но это опять же при условии низкого полива если вы ее поливаете держите в полутени то она у вас вытянется также потеряет форму так что тут дальше у нас температура но температура в период роста такая же температура опять же как я говорила приближенная к естественным условиям от 25 и выше прекрасно выносит палящее солнце зной вот она у меня они у меня обе стояли все время на улице вообще земля порой была такая огненная такая горячая что лето было жаркое на термометре не знаю врал он или не врал термометр зашкаливал за 50 вот и если взять этот горшок сунуть туда руку то вообще в любой горшок с суккулентом рука обжигалась поэтому температура была максимальная влажности воздуха этот суккулент не нуждается в дополнительном опрыскивание также не нуждается можно просто протирать листики потому что так же как и на любых других видах на них образуется пыль со временем там какая-то кошачья шерсть еще что-то если стоит на улице там вообще летит все на свете особенно когда сильные ветра начинаются суховее просто можно их протирать вот эти ржавые пятнышки это пример вот они они что же нет нет фокуса вот это пример ошибок в уходе я мои растения недавно подверглись нашей нашествию сосущих и грызущих это просто какой-то кошмар был и трипсы и паутинные клещи и уже как их мучнистые червецы не очень я обрабатывал от паутиного клеща обрабатывала все растения сверху брызгала от всех остальных вредителей поливала землю и вот на ней были еще с лета остались цветы завядшие я их не удаляла надо было конечно удалить но как всегда не до них и вот эти цветы намокли и долго просыхали потому что растение было смочено и на месте соприкосновения сухого цветка но вернее уже мокрого намоченного с листом образовались вот такие ржавые пятна это не критично но вид немножечко ой потеряла 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 камеру но вид немножечко тут еще этот лица шпархалка тоже положить сюда его положу в сторону вот это ошибки в уходе так на удобрять также как и другие суккуленты для фаукалий достаточно наверное одного раза в месяц грунт для нее должен быть хорошо дренированный дренаж должен быть на одну треть на 1 4 горшка кому как удобней грудь грунт должен быть рыхлый опять же он должен быть смешанных земля для суккулентов и кактусов которые продаются в магазинах якобы в готовом виде она не ни в коем случае не подойдет потому что это чистый торф только с чуть большим содержанием перлиток который также достаточно долго удерживает влагу то есть этот земля совершенно не подходит для суккулентов берете землю обычную можно даже эту для суккулентов процентов наверное 40 этой земли остальные 60 процентов добавляете разрыхлителями перлит вермикулит в общем все что у вас есть под рукой все разрыхлители камеш камушки какой-то там крупный песок еще что-то в общем все что вы найдете все добавляете мешаете грунт должен быть именно рыхлым полив осуществляется летом после полного просыхания грунта ну где-то если вот как у меня не стоят на палящем солнце это где-то получается раз в неделю я их поливала ближе к осени полив немножечко отодвигается до двух недель потом до трех и где-то два месяца у фаукарии должен быть период покоя он должен обязательно быть для формирования цветочных почек то есть если ну конечно она зацветет но все равно она будет слабее намного и цветение бутоны будут мельче цветение будет слабее не так ярко выраженная цветет она конечно очень красиво у нее вот в конце вот здесь на конце розетки то есть вот у нее допустим вот этой фаукарии два две головы вот на конце каждой головы образуется цветок на цветок напоминает маргаритку но у них у всех схожи цветки вот у фритии и у литопсов цветки похожи на уфа уфаукарии он огромный он от пяти до семи сантиметров если растение здорово если растение нормально себя чувствует хорошо развивается и она достаточно уже подросло то есть сформировала цветочные бутоны цветок очень крупный 57 сантиметров я в этом году снимала вот так снимала цветок и на экране был виден только цвет то есть вот только цветок он где тут не вижу левой рукой он был практически застилал собой всю листву этого растения невероятно красивое зрелище было цветы желтые в основном уфаукарий слегка с преобладанием оранжевого на тыльной стороне цветочков и даже с какими-то с красноватыми оттенками в пасмурную погоду цветок закрывается раскрывается и цветет она только нас и на ярком солнце пасмурную погоду цветок закрыт и держится он достаточно долго 5-6 дней причем я уже вот сама на своем опыте заметила что если цветение попадает на пасмурную погоду то цветение длится дольше дольше 5-6 дней примерно 10 дней то есть цветок бережут свои ресурсы не раскрывается и дожидается солнышко чтобы потом раскрыться и дать возможность насекомым упылить его и тем самым продлить свое потомство путем образования семян размножается фаукария вегетативно то есть делением куста отделением какого-то черенка бокового и также размножается семенами пересаживать ее в горшок для нее должен быть так же как и для других суккулентов чуть больше ее размера пересаживать ее нужно будет только тогда когда ее размеры превысят пределы горшка где-то примерно раз два года пересадка путем перевалки корни слишком не отряхивать перевалили подсыпали земельки все положили сверху камушков чтобы не поднимался перлит который находится в грунте чтобы он не вымывался из почвы ну и все и все и все у меня в этом году цвели две фаукарии вот эти причем цвели одновременно но я их не опыляла потому что потому что семена опять нужно собрать сеянцы нужно когда они взойдут нужно где-то разместить а сеянцы занимают достаточно много места поэтому не до них конечно это все интересно семена детки очень забавно наблюдать как они растут как они развиваются ну для этого нужно нужны большие площади я где-то читала что читала утверждение что фаукарий обладает способностью впитывать в себя злую энергетику тем самым очищая ваш дом от негатива а также читала что она полезна для здоровья человека она помогает избавиться не знаю только каким образом она помогает избавиться от воспалительных процессов и в первую очередь в кишечном тракте и в гинекологии не знаю так ли это конечно за любым утверждением стоят какие-то факты примеры жизни на основании которых делаются вот эти заключения ну будем верить что это так и что не просто так то кто-то это все выдумал кто-то все это написал и что фаукария украсит наш дом принесет нам побольше добра заберет весь негатив и сама будет расти развиваться и радовать нас своим цветением летом так но это было наверное небольшой обзор фаукарии если остались какие-то вопросы по уходу за этим цветком спрашивайте в комментариях всегда отвечаю всегда может быть не сразу там через час-два когда увижу когда зайду обязательно всем отвечаю также буду рада если вы поставите мне лайк дизлайк без разницы абсолютно просто вот когда мне интересует вот еще вопрос такой иногда почему люди ставят дизлайки но вы поставили дизлайк вы пожалуйста прокомментируйте свой вот этот дизлайк что вам не понравилось это просто ну как бы будет учтено при каких-то дальнейших видео хочется знать что людям не нравится я как-то спокойно отношусь и к лайкам и дизлайкам вообще этот канал я создавала не для того чтобы накручивать подписчиков набирать какое-то там количество просмотров какие-то деньги получать я вообще даже не знакома с этой темой как эту рекламу продвигать как ее покупать или не покупать и в общем я далека от этой темы меня на не интересует свой вот этот канал я создала специально для того чтобы тем покупателям которые иногда спрашивают меня просто давать ссылку на этот канал чтобы не тратить время на переписку потому что его у меня и так мало вот а переписка если описывать все и виды и уход и содержание она занимает достаточно много времени и поэтому я вот решила создать свой канал чтобы просто давать людям ссылку и чтобы они все наглядно увидели но и опять же вот видео это не фото на видео наиболее можно четко увидеть какое-то растение какой но в реальности в какой но в живую также может быть я тут что-то расскажу то что на то что не будет времени в комментариях и в сообщениях когда кто-то спрашивает про какой-то отдельный вид вот смотрите тоже хотела сказать в начале об этом но забыла вот вот эти три растения литопсы фаукария и фрития вот они между собой совершенно не похожи до относятся к одному семейству ну гриновия на толстянковая на совсем не из этой серии а вот эти три растения они из одного семейства наверное их причислили именно к этому семейству из-за схожести в цветах но я так думаю если кто-то знает что-то и думает по-другому напишите тоже чем я очень любознательные мне все интересно все мелкие факты меня очень привлекают и очень всегда хочется добраться до сути все это был небольшой обзор растение фаукарии очень неприхотливое растение если встретить обязательно покупайте себе она и цветет и красивые и интересные такие вот крокодильчики и динозаврики кому как больше нравится опять нет фокуса да что ж такое вот вот и все пока пока до новых видео